Что вы думаете о книге Откровения Ангелов-Хранителей? А то сильное искушение посылают эти тексты благонастроенным христианам. Ну, вы знаете, это бред сивой кобылы. Я имею в виду Откровения Ангелов-Хранителей. Это такая чудовищная, эклектическая смесь. Каких-то обрывков Священного Писания, фантазий глупой женщины и демонических обольщений, что человек, ходящий в храм и слушающий Священное Писание, отшатнется от этого товара, как от лотка с протухшим мясом. Это сильное искушение только для людей с жаждой чего-то мистического, таинственного, туманного, но не ходящих в храм Божий. Безусловно, обидно, что сегодня немало народу увлекается и в сторону уводится через эти чудовищные, по их содержанию, прелестные листочки. Ну, вы знаете, с другой стороны, это как раз оправдывает слова спаситель нашего. В послании апостола Павла сказано, что не принявшие любви истины, самого Христа спасителя не принявшие, будут находиться под действием духа льсти, обольщения и усыпления духовного. Диву даются священники, насколько улавливаемые души, как какие-то глупые рыбки на наглые демонические приманки. Вот аналог. Вы едете по столице. У нас теперь на улице Горького, например, Тверской улицы, нет ни одного нормального магазина продуктового, где можно было бы купить кефиры. Или булочные. Там сплошь элитные магазины, в которых выставлены всякие предметы роскоши. Ну и едва ли швы улицу Горького до половины достигли до Пушкинской, метро Пушкинская, так что называется. Тут кинотеатр «Россия», на месте Сретенского монастыря, где некогда москвичи встречали Владимирскую икону из Владимира, Града прибывшего. Сама икона сохранилась, находится неподалеку, на улице Неждановой, в храме Воскресения Славущее. В правом предельчике спрятана, надо еще ее найти, огромный образ страстной иконы. Простите, я неправильно сказал, не Сретенский монастырь, Сретенский в другом месте. Страстной монастырь, знаменитый Страстной монастырь. Вот икона с орудием страстей, подносимым ангелами к младенцу, спасителя. Он на ручку Богородицы пугливо, как бы испуганно взирает на эти страсти, копье и трость. Такая выразительная икона. Находится в маленьком храме, никто о ней не знает. Так вот, дошли вы до Кинотеатра России и видите мощнейшие фосфорисцирующие иллюминации. Это очередное казино. Ну, в Москве там, не как в Екатеринбурге, скажем, среда розыгрыша 10 тысяч долларов, а в Москве 110 тысяч долларов. И вот Шангрила, какая-то вот там такая лавочка с индийским названием. А я, как священник, проезжаю и смотрю, интересно, сколько туда вложили электричество, в эту рекламу. Бегающие лампочки, меняются цвета, прям как переливчатая кожа змеи. Все такое идут брызги электрические. Привлекает внимание обывателя. И вот, чем опаснее заведение, оставит надежду, или, по крайней мере, деньги всяк сюда входящие, тем громче о себе оно заявляет вот этой бьющей в глаза рекламы, грубый, слепящий, искусственный свет. И уже можно сказать, кто громче зазывает, тот и обманщик. Чем больше у него вот этого выпендрежа, простите за грубое слово, тем, значит, беднее содержание. Так вот и с книгами сегодня. Впрочем, и всегда так было. В XIX веке увлекались Свиденборгом. Он был такой прельщенный мистик, расписывающий мечтание головы своей, будто бы общавшийся с ангелом. Прежде него Беме, немецкий мистический философ, которым увлекался Бердяев. Но у всех опозжених Андреев, только не Леонид, а сын его Даниил с знаменитой розой мира, источающей ядовитые флюиды. Но когда раскрываешь эти книги, они всегда писаны ярким, талантливым, образным языком. Какая-нибудь студентка не может не увлечься, какая там сюжетика. А на самом деле вражье обольщение. Священное Писание скромное, как горчичное семечко. Еще надо вникнуть в его содержание. Как научиться не осуждать, когда явно видишь нечистые дела, или когда кто тебе рассказывает увлеченно о чьих-то таких делах, оправдываясь или даже восхищаясь ими. Пожалеть его, не показать в виду, в виду, что не одобряешь. Мы с вами не можем поддакивать и подквакивать. Ну, скажем, какая-нибудь подружка испорченная рассказывает о своих мнимых победах. Есть такая у бесов хитрость довести человека до состояния бахвальства его же смертными грехами. Это почти, что печать смерти, когда человек бахвалится тем, о чем нужно рыдать и плакать. Как ему покаяться, когда он себе вменяет в актив все эти похождения? У мужчин одно воскушение, у женщин дурных другое. Ты христианка, будешь тоже улыбаться и хлопать в ладоши? Нет, конечно. Конечно, нужно явно видом своим и словом показать, что эта пища не для тебя. Лучше обидеть в данном случае человека, чем Бога. Будешь страдать таким соглашательством, отойдешь совершенно опустошенная, обгаженная, как будто бы ты участница всех этих сомнительных приключений. Другое дело, что не нам пригвождать к позорному столбу. Святые отцы учат и неприятные вещи говорить с приятностью. Это, впрочем, искусство, которому не сразу научишься. Здесь потребен духовник, ибо без общения с пастырем, желающим спасти свою душу, трудно умудриться, живя в этом грешном и растленном в мире. Никак не могу поверить женским почеркам, записечка напишет, что после смерти будет вечность. Как же это все представить себе? Иногда мы себе представляем вечность в пространственно-временной протяженности в рамках ньютоновской механики. Вот какая-то неуютная, жидкая лунность куда-то уходит вдаль, я бреду и бреду. Что такое вечность? И что там вообще делать? Ну, первые три дня постараюсь обустроить место своего проживания, прибить гвоздик, развествовать, вертолки, ну, а дальше что? Ну, перечитала все книги, съела все запасы, дальше что? И пойди объясни, что такое вечность? Я думаю, что зубы и обломаешь, и ногти сорвешь, когда начнешь от своего рацио представлять то, что познается умом и сердцем просвещенным благодатью. Лучше отрешиться от всех этих самоизмышленных представлений и предстать пред лицем Господа, Спасителя. Альфа и Омега, живая Личность Господа Иисуса Христа и даруемая им благодать. Вот что такое вечность. Если ты когда-нибудь молилась Господу, если ты когда-нибудь раскрывала при гимн свое сердце, взывала к нему, чувствовала на себе его взор или десницу, которую он полагает на чело человека, ну, прочитай Лермонтова хотя бы стихотворение, заканчивающее словами «И верится, и плачется, и так легко, легко» и будет как раз исполнено. И так ко Христу управлять мысли, чувства, желания, молитву, он сам и есть начало и конец, живая вечность, в союзе с которой расцветает наша природа, обретая бессмертие. Вера – дар Божий. Господь дает его не всем, или кто-то просит, или кто-то не может, не хочет его принять. без веры жить нельзя. Жажда веры, обретение предмета веры, то есть Христа воскресшего, есть главная жизненная неотъемлемая потребность человеческого духа. Без веры, которая направлена на предмет веры Господа Бога и Спасителя нашим, человек глубоко несчастен. Более того, он и человеком-то себя назвать не может и не хочет и ищет родства с обезьяной. Да. Господь каждого из нас создал именно для того, чтобы мы, познав его в Духе Святом, находили здесь, на земле, с ним, в живом союзе и наслаждались лицезрением Господа и служением ему в вечности. И каждому Господь дает. Впрочем, святитель Феофан по этому поводу так рассуждает. Едва лишь только в твоем сердце образуется полость, емкость, и благодать Божия мгновенно туда сойдет, как талая вода с вершин гор. И ты обретешь живую веру в сердце своем. От нас зависит, чтобы уготовить место Господу, раскрыть закупоренный до то ли сосуд нашего сердца и сказать «Приди». Этой емкостью или полостью святитель Феофан называет смирением. Смирение есть правое суждение о самом себе. Человек, который чувствует свою зависимость от Бога, смирен. Человек, который хвалит Господа за все дары его жизни, смирен. Человек, который просит у Бога помощи во всех обстоятельствах в жизни, смирен. Человек, который Бога полагает главным сокровищем своего сердца, смирен. Человек, который осуждает сам себя за мелкие крупные пакости из нас соходящие, тоже смирен. Человек, не переваливающий вину на ближнего, но склонный во всех неприятных обстоятельствах себя осуждать, смирен. Вот все это вместе соедини, и утром проснешься в блаженном пасхальном состоянии Духа. Господи, ли ты я, или ты снится мне, душа моя, в молитвенном огне. Господи, да как же хороша жизнь, ну как прекрасен этот мир. Господи, благодарю Тебя и обрела крылья, и вот сейчас только взмахну разок-другой и подымусь над грешной сей землей. Вот проверьте завтра. Вы говорили о полезности семи поклонов за ребенка. Существует ли эта практика? Когда же будут плоды? Это, видимо, мы с мамочкой беседовали о том, что хорошо бывает по соглашению, скажем, священник и прихожанка, или сама мамочка с другой мамочкой. по соглашению утром и вечером за милых своих детей, выражая всю свою собственную немощь и желание, дабы они исправлялись, по крайней мере, не развращались, класть поклончики. Перекрестился на коленочке, челом долу, поклонился, встал, да помолился, Матерь Божия, Тебе, вверяю, дитя мое, спаси и сохрани его от всякого зла, или Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами, Богородицы, соблюди наших детей, на которых мы молимся от всякого зла, а то и просто с сокрушением Господи, да будет святая воля Твоя. Это та капля, которая камень детской строптивости точит, медленно, но верно. Если мы с этой молитвой сочетаем еще необходимые родительские усилия по воспитанию и образованию детей, такое дитя не погибнет. мы верим в это, иначе не молились бы. Чадо плачущей матери погибнуть не может, говорит святой Амбросий Медиаланский. Когда будут плоды? Этот вопрос несколько искусительный, потому что батюшки ведь здесь на земле ходят, а там в небесной канцелярии сидят за письменным столом Архангела Божий. Архангел знают, когда будет благое изменение. Также молятся о строптивом нецерковном муже или молятся о том, чтобы он наконец пожелал признать себя больным укушенным зеленым змеем. В моем представлении у Бога там в небесной канцелярии есть некое ведро пластмассовое или эмалированное мне сказать трудно. И вот материнская молитва здесь на земле или поклончик кап, 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 мало-помалу служит наполнению этого ведра. Меня недавно пригласили один добрый человек, пригласил посетить дачу. Заманивал он меня в частности баней. Говорит, батюшка, такая баня, вам как городскому жителю столицы, ходящему посреди отравленного атмосферы, вам просто нужно попариться в бане, вы даже не знаете своего счастья, едва лишь только я помашу венечком вокруг вашей физиономии. Долго он меня обхаживал, я согласился. Надо сказать, что то, что я увидел в этой бане, оправдало все ожидания. Особенно мне понравилось после парилки, такая баня, кедром обшитая, видимо, у него есть, что клевать куром. Вот, все по науке, да, да еще брызнет туда мята или эвкалиптика, ингаляция такая, что прямо кажется, ваша кожа дышит этими парами целительными. Но больше всего мне понравилось такое приспособление по выходе из помещения парилки стоит большая бочка, но фирменного производства, кстати, очень для батюшек она может быть интересной, если баптистерий крещально еще не выстроили, то в фирменном магазине для бани можно купить прекрасно сработанную овальную бочку по грудь высотой с лесенкой, внизу там убрать одну скамеечку, другую оставить, в бочке еще водосток есть, так что можно выводить шлангом воду для крещения, там крестить взрослых людей с погружением, а не так, в тазике по-советски. И вот мне понравилась эта бочка, он говорит, батюшку, извольте и отведайте. Я говорю, а что такое? А вот видите, здесь ведро висит, тоже сработанное из дерева ведро, висит на планке, и такая цепочка. Вы вот залезьте, устроитесь, как вам удобно, за цепочку потянете, в ведро перекувырнется и на вас ледяная вода таким душем, а там еще шланг и понравится еще раз напомнить, и так вот и будете лечиться, называется душ-шарко, контрастный метод. Я говорю, ну если вы считаете, что это будет полезно, мне я готов, батюшку должен показывать пример во всем. И вот мне кажется, что там на небе есть такое ведро с цепочкой, и вот мама молится, молится год или полтора, или месяц, или два, и мало-помалу, наполняется, наполняется, наполняется это ведро, и наконец наступает то явление, которое в физической науке называется линия поверхностного натяжения, вот уже Божья благодать, вот она уже достигла как бы выпуклости такой вот еще капля и свершится это, то есть ангел-хранитель вашего митропанушки наконец дергает за ведро и небесная влага льется, оглушая там на земле предметы вашей молитвой так случилось с блаженным Августином читайте его жизнеписание как он обратился к Богу после дурно проведенной ночи где-то в римском поместье но бывает и иначе бывает что мать всю жизнь молится за ребенка и Господь настигает его как мы слышали в апокалипсе полагая на одр болезни и насильственно так сказать запрещая умножать грехи всякое бывает наше дело молиться и верить выскажите свое мнение почему среди прихожан преобладают женщины мы вчера с отцом Авраамом подробно об этом говорили спорили рассуждали соглашались расходились в разные комнаты потом обнимались примирялись в общем до первого часа ночи у нас такой был разговор начали в десять думали разойдемся в единодесятый час ой я только вот сегодня к вечеру пришел в себя после глубины этого интеллектуального разговора и мы говорили как раз об этом почему он говорит отец Арсений как ты думаешь почему так много женщин так мало мужчин а я ему говорю отец Авраам я вас хотел это спросить что вы скажете на эту тему ну говорят что вообще сейчас мужчин это библиографическая редкость это ископаемое какое-то это из красной книги особь вот а еще наверное потому что по слову русского поэта Некрасова нет жилочки не тянутые нет косточки не ломанные русская женщина неся тяготу земного бытия смиряется и господь открывается ей в награду за ее служение а еще может быть потому что женщина по природе кажется мягкая женственная добрая любящая бог есть любовь мужчина такой кореностый такой мужичок в кушачке всем довольный я говорит человек не бедный у меня пивной заводик вот и он всем доволен супруга испытывает болезни рожая детей волнуется чтобы никто этот пивной заводчик не перебил у мужа чтобы его сердечного не убили там на разборках все сопряжилось с сердечным болвением и она ищет господа и находит его ну по правде говоря учение церкви святых отцов говорит о равнозначности полов в отношении боголюбия мужчины и женщины в этом отношении не отличаются лучше всего наверное о своеобразии женской и мужской конституции говорит старец Паисий в своих последних книгах с болью о современном человеке духовной брань там замечательно глубоко он говорит об особенностях мужской и женской психологии применительно к вере и благочестию я учитель 48 лет ставлю детям двойки иногда кричу на уроках это называется публичная исповедь считается ли это грехом надо ли в нем каяться на исповеди ведь на другой день будет то же самое без этого сейчас не обойтись ну как сказать я думаю что есть учителя которые умудряются обходить без металла в голосе и без повышенного тона есть и иные методы иногда мы идем по проторенной дорожке встать суд идет допрос опрос какой-нибудь там Петров доске к стене такая как бы военизированная метода она хороша поскольку помогает установить тишину но не очень хороша что сердца детей зажаты скованы и надо бы выяснить еще как они заочно нас называют коголь говорит что русский народ чрезвычайно меток в своих прозвищах и если метода учителя погрешительна он обязательно у детей имеет прозвище о котором быть может и не догадывается я вот помню когда венчался затем пошел расписываться мы сначала повенчались а потом решили расписаться точнее надо было срочно повенчаться как бы чего не вышло а потом уже расписаться постфактум тоже такое бывает и вот пришли в ЗАГС помню на плющихе без окон без дверей такое своеобразное помещение вот и пока готовились к этой процедуре я читаю дорогие новобрачные вы можете почитать себя особенно счастливыми что акт гражданского состояния то есть ваше собственно сочетание объявления вас мужем и женой будет произносить Надежда Петровна Свидригайла ну условно которая в годы Великой Отечественной войны на полях сражения будучи снайпером положила 115 фашистов о чем удостоверяет ее именное ружье с соответствующими зарубками это ружье хранится у нас в соседней комнате где вас будут фотографировать я прочитал все это говорю Лена мы от торжественной церемонии отказываемся она говорит как ну у нас же свидетели пришли они вот жажут этому поучаствовать свидетель Бог нашего счастья а мы с тобой просто поставим сигнарчер подпись роспись были такие времена еще что нам за то что первый раз мы расписались нам за колечки золотые заплатили две трети цены и еще по сто рублей выдали чтобы жили дружно и мирно так вот конечно педагог это все таки не снайпер и я предпочитаю иную методу если ты стараешься быть интересным для детей увлекаешь их тем что ты приносишь им то у них отпадает желание грешить шалить отпадает желание нарушать дисциплину главное держать их напряжение чтобы и ум и сердце и память все работало здесь приходится педагогу конечно много изобретать иногда на ходу важна метода но это может быть не всем интересный педагогический разговор я с удовольствием уже принимаю вашу публичную исповедь да простит господь вам ваш педагогический крик главное чтобы крича вы чувствовали в сердце любовь тогда и голос у вас будет звучный сильный и не бьющий на повал а как бы ласкающий человека помню учительницу географии которая не так долго ну наверное лет 25 преподавала она тоже восстанавливала дисциплину методы ей самой избраны до сих пор у меня в сознании стоят эти слова иногда я просыпаюсь среди ночи в каком-то ужасе а слова эти были такие она обращалась ко всему классу в целом и кричала я что кубатуре говорю у вас что мозги мохом поросли вот я иногда просыпаешься думаю что такое мой опоздал на руку географии прям волосы как бы дыбом встают но сейчас уже реже потому что прошло почти что 30 лет в книге в книге не могу понять какой написано что если мужчина в книге правил запрещено мужчине совершать банные омовения вкупе с женским полом ну это вполне понятно правила уцеломудривали нравы вчерашних язычников и там сказано что мирянин аще будет усмотрен в таких вольностей да будет отлучен а священник а священник лишен сана благодарю вас за напоминание у меня в общем-то ни сном ни духом таких искушений в бане никогда не было темпатию что я наверное раз в полгода или в год попадаю в баню но буду особо бдительно смотреть чтобы там не скрылся где-нибудь рядом с раскаленными камнями никакой женский образ если Господь посылает скорби и болезни нужно радоваться и благодарить а просить об исцелении уже нельзя почему уже нельзя когда все мы с вами жизнелюбивы и наше естество естественно отвращается от смерти и естественно мы себе желаем этого блага темпати что и сам Господь желает нам спасения но не страданий как таковых я служу в храме где находится чудотворный образ всецарицы Матери Божией маленький небольшой образ в Москве он первый нашел свое пристанище затем уже с Афона привезли большой образ всецарицы в Новоспасском монастыре находится а первый был этот промыслом Божьим он оказался в нашем храме всех святых здесь был Акафист переложен который разошелся по России да и нет храма сейчас где благодатного образа всецарицы мы бы не нашли и вы знаете по воскресным дням наш храм во вторую половину дня наполняется людьми это родственники это сами недугающие преимущественно онкологии причем не только из стольного града а всегда и паломники бывают и этот вопрос мы слышим часто ну как же не молиться об исцелении когда сама причистая дева именует себя целительницей от рады и утешений помощи в скорбях целая книга свидетельств благодатной помощи Богородицы думаю что не можем не молиться о нашем исцелении тем паче что Библия и от врачей нас не отвращает либо врач не был рвач Иисус Сирах Ветхозавет не мудрец говорит от врача не отвращайся ибо в известное время и в их руках бывает успех в какое известное время покуда человек не запустит свою болезнь к сожалению среди православных христиан мы встречаемся с ложным фатализмом и небрежением к телесной природе человека это именуется благочестием хотя кардинально отличается от духа святых отцов Макарий Великий говорит живи так как будто сто лет еще твое тело проживет а душа как будто бы последний день находится в этом мире какая мудрость и соответственно надо внимательно смотреть за собой если есть возможность профилактикой заниматься предупреждать развитие иных болезней находить какие-то хорошие лекарства доступные потому что официальная медицина сегодня принимает не с распростертыми объятиями человека так например больные зубы это не шутка некоторые считают что надо зубы лечить только перед разрешением от бремени а если мужчин так и не надо лечить между тем как в больных зубах вырабатывается трупный яд который воздействует через кровь на сердце и клапаны сердце человек может от больных зубов миг умереть в какой-то нежданный час еще говорят так если человек постоянно волнуется у него взрывной характер он возмущается недоволен много его сбивает спонталык утеряет он мирное состояние сердца то у него около сердечной области происходит кипение крови святые отцы гнев определяют как производное от кипения крови в предсердии вот эта самая кровь кипит бурлит и распространяется по кровеносным артериям венам к органам оказывается что состояние нашей крови то есть наше эмоциональное состояние наш эмоциональный фон имеет прямое отношение к жизнедеятельности органов если человек постоянно раздражен или тревожен или вот так беспокоен то очень быстро происходит разрушение всего организма и сердце и печени и поджелудочная и вот эта вот полосочка именуемая как это называется вот здесь щитовидная железа во многом здоровье находится в наших руках и это большая мудрость в Москве сейчас москвичи зачитываются книжечками называется домашний доктор там всякие лекарственные советы травки всякие потому что придешь в аптеку а там господин как зовут этого босса аптекарского дела да бренцалов бренцалов вот там он продает лекарства они вовсе не лекарства никакие а просто какая-то смесь порошковидная ничего там нет в лучшем случае не повредит а в худшем качество таблеток никто не знает да и садиться на химические таблетки радости мало вот есть например рецепт я могу вам сейчас за недорого продать такой рецепт кто интересуется подойдите потом ко мне эти рукава широкие такой рецепт особенно полезен для средне пожилого возраста для нас уже поживших свое помогает просто обрести фигуру юноши или девушки без всяких насилий для организма да интересен такой рецепт по науке говорят что после там 35-40 уже мышечная ткань не образуется образуется жировая прослойка ну вам она нужнее чем нам москвичам у вас холодно но все таки не хорошо быть тяжелым говорят кто постно живет тот хорошо скончается как же обрести стройность юноши когда тебе уже пятый десяток есть простой рецепт интересен он вам вот ну слушайте отдам за бесплатно потому что это не я придумал выжимаете в стакан грейпфрут не покупной грейпфрут а нормальный живой вот говорят что соки которые мы с вами пьем добрый сок любимый сок они не такие уж полезные потому что их прокипячивают в какой-то 100 градусной температуре и в них живого там ничего нет только вкус остался да ну не будем печалить вас ничем грейпфрут выжимаете руками или муж у вас какой-то сибирский богатырь а то и выжималочка туда же лимон свежий и оставшееся пространство доливаете минеральной водой получается такая приятная смесь вот я даже изобрел название анти толстин анти толстин вот а если вместо грейпфрута два апельсина то другое название тоже я изобрел называется похудин от лопа худеть вы выпиваете один стакан этого приятного состава вечером и прямо чувствуете как влага целительная проникая сквозь стенки пищевода ваше тело начинает отщипывать от вас лишние части прям даже у вас такое приятное впечатление что как будто вас освобождают вот от этих залежей каменно-угольных вот этих залежей утром вы встаете легкость необыкновенная в голове ясно жизнь прекрасна берете давно заброшенные куда-то прыгалки вот идете как-то летаете вот проверьте на опыте анти толстин в первой главе псалтирии в первых строках говорится о том что блажен муж чей ум пребывает в законе но там сказано иначе блажен муж и женидин совет нечестивых и воля его в законе Божьем толкуется то что человек должен в уме произносить молитву Иисусова но во времена Давида как это понималось речь идет о сочетании человеческой воли с нравственным законом Божьим заповедями Божьими и такая сродненность и сращенность наших желаний и волений законом Божьим есть состояние восхитительное спасительное не будем недооценивать времена царя Давида ибо царю Давиду многое было открыто тот кто говорил об вышедшие обидошами и именем Господнем противляхся им тот кто о имени Господнем радовался весь день конечно знал эту тайну тем паче что имен Божьих много и мы с вами далеки от абсолютизации Иисусовой молитвы но знаем что всякая молитва со вниманием свершаемая поставляет человека при лице Господа является посредством к стяжанию благодати почему пророки Ветхого Завета не могли конкретно сказать что Иисус Христос не будет земным царем а лишь небесным как пророки сказали все настолько конкретно настолько ясно недвусмысленно что нам с вами до сих пор приходится удивляться как это иудеи нынешние себя именуют таковыми отвращаются от Мессии своего на что они и оставлены почему святого Исаию пророка называют ветхозаветным евангелистом потому что он в 53 главе книги своей дает нам образ страждущего Мессии Христа Спасителя не отвратившего ланиты от заушений но принявшему на себя греховную язву всего человечества и исцелившего человечества через позорную сперть на кресте пробежь двух разбойников замечательное слово святителя Серафима Звездинского произнесенное им в день его хератонии там он указывает на Христа распятого царя и говорит о том что каждый епископ будучи образом первосвященника Христа должен готовиться к этому же образу правления и царствования вместо короны венец терновый вместо скиптра символа царской власти копье вместо горностаевой мантии багреница вместо царского указа прости им отча не ведают что творят Христос есть истинный царь и между прочим евангелист Марк имел своей сверхзадачи как говорят богословы явить образ Христа как царя царствующих и Господа господствующих я думаю что немножко поверхностно вы о пророках судите прочтя быть может Александра Мене ветхозаветные пророки а этот почивший претерей весьма вольно обращался со священным писанием видя в нем лишь литературные произведения актуальны ли книги премудрость Соломона и премудрость Иисуса сына Сирахова актуальность есть понятие земное да еще выжженное иностранным словом говорит о злободневности применительно конкретным историческим обстоятельствам а книгу книга премудрости Соломона Иисуса сына Сирахова говорит о столь важных вещах которые и в четвертом и двадцать первом веке для нас потребны как воздух эти книги писаны под знаком вечности а значит они всегда нужны ибо учат нас вне временной небесной а не земной мудрости и я считаю что изучать эти книги очень полезно и особенно пастырем потому что мы священники часто затрудняемся в выборе темы для собеседования с нашими прихожанами между тем как откроешь книгу премудрости сына Сирахова равно как премудрость Соломонову и находишь там такое что вот соберешь молодежь студенчество и вместе с ними почитаешь эту книгу скажем в книге премудрости царя Соломона находится исповедь царя Соломона который говорит о том как он произошел был произведен на свет Божий какие стремления вошли в его сердце к чему он стремился и что он получил от Бога и я говорил он отрок даровитый был почтен обыкновенным всем человеческим телом и я говорит родился от сна соединенного с услождием речь идет о плотском сочетании его родителей потом говорит о десяти месяцах ушедших на его вынашивание почему десяти а не девяти потому что о лунных месяцах идет а не о нашем юлианском календаре речь а потом говорит о том как он просил у Бога мудрости и дано мне было разуметь перемены ветров и свойства корений и мысли людей и качества животных премудрость Соломона действительно там как бы раскрыто какой-то был универсальный ум есть о чем со студентами побеседовать бытность с мою студенткой филологического факультета предпоследний вопрос я дружила с девушкой которая входила в секту адвентистов она была очень добра ко мне приглашала к себе их доброта предела не знает когда речь идет о приглашении ну приди ну как же так у нас там так хорошо на самом деле это доброта с обратной стороной и хотела наверное чтобы я там и крестилась у них но я в детстве была крещена в православии и за ней не пошла медаль вам нужно за рассудительность дать воцерковляться я начнула всего два с половиной года назад стала приобретать опыт богообщения и богопознания сейчас скорблю о ней но не могу набраться решимости возобновить общение попытаться объяснить ей что она на ложном пути посоветуйте нужно ли мне общаться с ней и как если она находится в пределах досягаемости ну посмотрите на нее издалека может быть она давно уже не адвентистка а староста храма православного на вашей улице возрожденного может ее и живых нет если же она по-прежнему пребывает в секте то это овчинка выделки не стоит не по зубам дело поскольку захваченные секты люди как правило настолько укореняются в своем образе мышления и обладают такой духовной инерцией при том что иногда и агрессивны в отношении к инакомыслящим что вы можете расстроить мирное устроение вашей души когда будете бегемота тащить из сектантского болота и последнее я не могу откровенно разговаривать духовным отцом уже долгое время подскажите как быть ну видимо нужно в этом разобраться в чем тут причина вас или батюшки второе сомнительно потому что батюшки сейчас бывают настолько заняты что им некогда впадать во всякие симпатии антипатии относительно рядовой прихожанки батюшка как фигара должен быть и здесь и там его вызывают в епархиальное собрание какую-то нагрузку еще дают в епархиальном отделе нужно и послужить и успеть дома поцеловать своего бэмби когда оно спит короче батюшка выходит на передовую то есть на исповедь у него все время рассчитано он похож мне кажется на какого-то наездника на боевом коне конь раздувает ноздри бьет копытом скорее в бой в борьбу с теми кто искушает вас невидимыми нашими врагами страстями бесами и батюшка похож в этом смысле на хирурга военно-полевого госпиталя у него уже белый халат как раз белые одежды апокалипсиса в руке ланцет он уже в перчатках готов сделать вам полостное сечение и начать удалять камни в духовном конечно отношении вы подходите к батюшке не замечая что находитесь в операционной здесь уже надо приступать к делу разить змеевы главу и говорите батюшка я к вам пришла чтобы наконец объясниться и выяснить наши отношения батюшка на вас так смотрит постой постой какие отношения батюшка ну вы понимаете что так продолжаться больше не может это мой последний шанс батюшка чувствует дело серьезно тут видимо шестичасовая операция быстро ничего не разрежешь видимо трепанасы черепа надо будет делать откладывать скальпель в сторону ну вот пожалуйста давайте но только по делу да дело то в том батюшка я вас абсолютно не понимаю вы говорите со мной серьезно или шутите дело в том что я перестала вас чувствовать раньше я чувствовал вашу молитву обо мне это всегда было во второй половине дня и я как-то распрямлялась и на меня находило такое состояние как у Маргариты в мастере Маргарите я хотела взлететь на землю а сейчас я ничего не чувствую я чувствую что вы чужой мне человек ну я говорю не по поводу данной записочки а по поводу сложенной женской психологии которая иногда обволакивает бедного батюшку как осьминог попавшегося незадачливого морского рачка или конька батюшка поэтому тотчас какие-то хитиновые покровы выставляет он делает простите мне сейчас будет звонок архиерея вам еще полторы минуты да ну что же чем вам помочь вот я и пришла к вам чтобы спросить с чем вы можете мне помочь когда мое имя бестолочь помоги нам господи и батюшкам и кумушкам чтобы все было трезвенно разумно и во славу господа действительно тонкое дело духовное попечение думаю что вы избавитесь от смущающего вас обстоятельства если подойдете к исповеди с ясным сознанием и ощущением что здесь господь и матерь божия приемлют вас как любимое чадо при том подходить нужно так как будто в последний раз в первый и последний раз господи пусть меня судит весь мир но не ты вот сейчас я раскрою я за своей души и сделаю один шаг и окажусь уже на страшном твоем суде тогда даже фигура батюшки его личность не покажется вам столь значительным чем прежде он всего лишь свидетель через которого господь прикоснется к вашему сердцу и исцелит воспаление в уме и в сердце но вам главное открыть Богу вашу душу от батюшки требуется лишь услышать вас и помолиться за вас когда есть вера что вас ведет Господь и Богородица тогда корректируется сами собой и выправляются вот эти проблемы духовного кормления но когда как это к сожалению часто бывает личность батюшки заслоняет многое наступает область недоразумений батюшка знаете мне нужно чаще быть рядом с вами потому что в вашем присутствии для меня воскресает и божество и вдохновение и слезы веры и любовь я вот вы знаете очень хочу сделать для церкви что-то полезное у меня сейчас как раз освободилось время но я хотел бы чтобы это полезное было сделано именно лично вам как священнику не отпускайте меня от себя надолго никуда я буду трудиться день и ночь смотря вам уста и черпая смысл глаголов исходящих из ваших уст батюшки этого побаиваются потому что они чувствуют что не являются все-таки такими инструментами воли Божьей такими прозрачными стеклами через которых лучи Божьей благодати направлены на современных людей и дистанцируются да помоги нам Господи я прошу прощения за то что лаупидебил вашим вниманием час уже не ранний прошу прощения у отцов если сказал что-либо не вполне согласны с преданием Святой Церкви готов конечно исправиться тотчас ну кажется все было во славу Божьей давайте помолимся и приглашаем желающих кто еще не утомился завтра вечером в залу горно-идеологического института на последнюю беседу достойно есть я поводить ом 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 Субтитры создавал DimaTorzok